Хеллоу, я Тим, и сейчас я буду толком, моя задача передать идеи автора и его вайба, всё остальное я вынесу за скобки. Больше опаздывать не буду. Летс гоу. Фуф, ну что ж, начнём. Опа, вот это переход, вот это я понимаю. Воу, яблочко, походу, это что-то от Apple. Реально, это iMac. Вы тоже это видите? По-моему, тут ничего нету. Нас обманули. Окей, теперь сыграем по вашим правилам, давайте перевернем коробочку. Уже хоть что-то. Это что у нас такое? Ух ты, наклеечка, есть синенькая серегловитурка, тегпадик, вау. Первый перевод на канале, конечно, такие, эмоции будут. Это одновременно и распаковка нового iMac'а, и запуск проекта, так что ставь лайк, и мы будем начинать. Да, Маркис? Конечно, да. Вассап, это Маркис. Итак, переход от Intel к Apple Silicon происходит прямо-таки на наших глазах. И теперь у нас есть чип M1 в MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro и даже в iPad. Ну а теперь... Новейший и самый популярный настольник от Apple. Я его уже потыкал, это было весело, но там потестил кое-что. И знаете, что я понял, но прямо-таки осознал? Да не нужно тут и ничего тестить. Эта модель на голову выше того, что было раньше, и это легко доказать. Версия на M1 обводит вокруг пальца вообще все существующие тесты. Процессор, графика, память, всё потребляет на ней много энергии и работает как положено. Страшно представить, что будет дальше, если они из базовой модели сделали настоящего зверя. Единственное, что меня волнует, это ситуация с портацией, но об этом чуть позже. В общем, это такой же компьютер, как и его собратья на M1. Он работает точно так же, хочешь верь, хочешь нет, но если я возьму M1 из Mac Mini и приклею его к любому монитору, то получится новый iMac. Точнее, новая обертка для того же чипа, цветная, очень тонкая, но обертка. Походу, это видео больше про дизайн, поговорим про оформление M1 в стиле iMac 21 года. Все мои первые реакции, ищите в Твиттере, было много мыслей, например, такая. Да ведь это самое настоящее обращение к истокам, в 90-х уже выходили цветные iMac. Тогда многие компьютеры были из пластика с белыми вставками, это делало их более доступными, чтобы каждый мог позволить себе новый компьютер. Хорошие были времена, правда, однако ностальгия на меня не подействовала, я слишком молод, чтобы на это купиться. Но мы ведь правда вернулись к той же логике, это дружелюбный и доступный компьютер в легком дизайне. Сама Apple презентовала его в таком ключе, если не веришь за гугли, это семейный компьютер, который вы вряд ли поставите в офис, ну вот в детскую или гостиную, однозначно да. Да он таким и должен быть дружелюбным и доступным, его дизайн должен сливаться с домашними интерьерами, а не походить на титановую коробку. Тут та же самая логика, что и у продуктов Google Home. Для меня это не совсем понятный дизайн, не сказал бы, что прям нравится, это чудо не совсем для меня, но тем не менее, давайте я вам покажу все новые фишки и вы сами поймёте, что да как. Первым делом дисплей, он стал больше, а рамки меньше, чем у предыдущих iMac. Тут 23,5 дюйма, разрешение 4,5К, 500 нит, LCD и есть поддержка цветового пространства P3. Это реально крутой дисплей, вы можете попробовать найти что-то более выгодное по типу Mac mini с другим дисплеем, но у вас не получится, вы проиграете в цене. Конечно есть и минусы, экран супер глянцевый, он отражает всё от слова абсолютно, матовой версии нету, так что если вы планируете работать в ярком помещении, учтите, что белые рамки, яркий подбородок и глянцевый дисплей могут сыграть с вами злую шутку. Возможно, вам не стоит покупать этот iMac, а лучше посмотрите на что-то другое. Пока не отошли от темы, поясню зачем тут белые рамки, я повторю, что это элементы дружелюбного и семейного дизайна, в большинстве домов стены именно белого цвета. Возможно, белые рамки лучше сливаются с общим фоном, чем чёрные? Сложно, 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 мне больше по душе чёрные рамки, но ведь и в белых есть логика. Она такая же, как и у Nest Hub и у этого кругляшка, эти девайсы сливаются с обстановкой, как ассасины с толпой, в этом их дизайнерская миссия. Что ж, пришло время дискуссии, я понимаю, что для iMac очень важен подбородок, даже если без яблочка, но он выглядел бы сильно лучше без подбородка. Если вы посмотрите официальные ролики от Apple, то увидите, что чип M1 и все его подчинённые находятся внизу. Там и спикеры, и система охлаждения, в общем, у большинства компьютеров есть такой функциональный подбородок. Благодаря нему новый iMac настолько тонкий, 11,5 мм. Он тоньше, чем MacBook Pro, он тоньше, чем Apple Watch, целый компьютер дольше, чем мини-джек. Им пришлось сдвинуть разъём вбок, иначе бы он прошёл iMac насквозь, это по правде толщина лезвия. И это удивительно, что там всё реально умещается и работает как часы при толщине меньше, чем у обычных мониторов в 24 дюйма. Это невероятно проделана большая работа, но после того, как я достал его из коробки и поставил его на это место, мне стало без разницы на его толщину. Уверен, что почти 100% людей были бы рады купить 20-мм iMac, но без подбородка. Он бы не был волшебно тонким, но он бы выглядел лучше. Окей, с этим всё понятно, давайте ещё немножечко внимания уделим спикерам. Тут реально крутые спикеры, они долбят прямо вниз, как и в предыдущих iMac'ах. И они сильно громче того, что вы только можете себе представить для такой толщины. Хватит на всю комнату. Тут есть поддержка Dolby Atmos, и если вы сядете прямо перед компьютером, то вы удивитесь, насколько качественное стерео. Но вот басов всё-таки не хватает, да, это особенность корпуса, скорее всего, но сам факт, конечно, грустный. Может, если он был бы толще, то вот как раз таки было бы место для нормальных басов. Был бы он толще, туда бы поместился и пауэр-адаптер, однако здесь они решили проблемку немного другим способом, но всё-таки неплохой способ. Мне он понравился, однозначно сразу говорю, вот такой способ. Вот большая штуковина с цветными кабелями, с магнитным подключателем, в общем, вот так вот она выглядит, да, смотрите, вот такая вот. Вот такая большая штуковина, сюда же, кстати, они встроили и Ethernet-порт прямо вот в этот вот кирпичик, что довольно-таки удобно и избавляет вас от дополнительных переходничков и кабелей. Если подытожить, я считаю, что они должны были сделать его немножечко толще, может, но всё-таки убрать подбородок, но это моё мнение, опять-таки. Что есть, то есть, подбородок он как раз и имеется, клеите туда стикеры, делайте что хотите, он у вас есть. iMac это всё в одном, это золотой стандарт для различных компонентов, которые находятся внутри, к примеру, рассмотрим микрофоны и камеру. Она, кстати, очень даже неплоха, я думал, будет сильно хуже, а здесь есть и 1080, и цвета более-менее приятны, и контрастность. Да, она однозначно лучше, чем в ноутбуках на iM1. Окей, давайте теперь поговорим о портации, если перевести на русский язык, о ситуации с портами в компьютере, куда можно флешки вставать, вот эти все провода, ну, вы поняли. Тут ситуация плачевная. Базовый iMac можно купить за 1,299 долларов. Эта базовая модель, самая дешёвая, но ведь у неё вообще нету портов. Есть хэдфон-джек и два тандерболта. Всё. Ну, тут, в принципе, видно, чего не хватает, даже SD-карточку не поставить, это просто шок какой-то. Поставите на зарядку тег-падик и клавитурку, всё, место закончится. Да, вы можете купить модель побогаче, но вам добавится всего два дополнительных порта, и те будут не HDMI и USB-A, а два дополнительных USB-C. И это важный момент, если вы понимаете, что хотите расширять возможности вашего компьютера, там, подключать все дисководы всякие, может быть, кард-ридеры, ещё что-то, то у вас быстро закончатся порты. Да, это важное замечание. Но многие, конечно, будут пользоваться фирменными клавиатурами, цветными трекпадами, а там дополнительные порты не нужны, и всё на блютути. Интересный момент я заметил ещё при распаковке, у Apple всё сходится по цветам. То есть зелёному iMac будут зелёные провода, будут зелёная клавиатура, трекпад, мышка, вообще всё, будет в один цвет. Что-то у Apple меняется, да, а что-то остаётся постоянным, это, конечно, забавно. Ну и, конечно, два стикера, они подходят по цветам к самому компьютеру, идеально ложатся в тональность. В общем, у Apple, как всегда, всё по красоте. В клавиатуре есть встроенный Touch ID, прям как в айфоне. Нужен он тут для смены пользователей и для оплаты покупок. Одно только но, тут он не самый быстрый, потому что нужно время, чтобы передалась информация по блютузу от клавиатуры к компьютеру. Ну и последний момент по этой теме. Клавиатура новая, в новой модели, в самой младшей, не имеет Touch ID. Well, 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 может, я не целевая аудитория этого компьютера, но надо признать, что он хорош. Это, правда, хорошая машина? Вам единственное, что нужно быть внимательным касательно младшей модели, там, где всего два USB-шника и там, ну, нету даже Touch ID в клавиатуре. В общем, считайте всё, смотрите сами. Но при всём при этом, новый компьютер, конечно, на голову выше предыдущей модели. Единственная причина, по которой вам лучше купить Mac Mini с каким-то другим дисплеем, то это вам просто, если не нравится дизайн нового iMac, то есть вот эта вот глянцевость, вот эти белые рамки. Конечно, вот тогда вот вам стоит взять Mac Mini. Ну, опять же, вы потратите очень много времени, чтобы найти прям такой же крутой вариант, с такими же цветами, с таким разрешением. Словом, ну, это золотой вариант. И теперь мне очень интересно, что же всё-таки будет дальше, какие будут ступеньки, потому что M1 реально крутой процессор. Куда Apple сможет его ещё поставить? Мне правда интересно, что будет дальше с Macbook Pro, с iMac Pro, и, может, кстати, у второго уже и не будет подбородка. Ну, а пока есть и такой вариант. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком дизайне, мне будет интересно почитать. Ну, а пока спасибо за просмотр. Увидимся чуть позже. Peace. Ну, и спасибо от меня. Пока.